Добрый день, друзья! Меня зовут Бутома Никита. И я хочу поговорить с вами про эффекты сознания. Как все-таки возникает сознание в нас? Вот смотрю интернет, смотрю разные ролики, читаю разные статьи, и все-таки до меня они доходят, как они представляют себе конструировать сознание в нас. Как они представляют конструировать сознание в какой-то машине. Пусть это даже будет робот или это будет какой-то стол. Как они вообще представляют себе ученые, я имею в виду, люди, которые всерьез говорят об эффектах сознания, о нейронной сети. Вот как они представляют себе все это? Я не представляю за их словами, что они действительно реально представляют себе это. Потому что они жонглируют какими-то непонятными словами. Ну, давайте просто представим себе. Представим, как бы мы ответили на этот вопрос. Как формируется сознание. А давайте сначала ответим на более простой вопрос. Как мы видим окружающий мир? Как вы видите меня? Вы видите мое изображение. Вы видите окружающий мир вокруг. Но почему вы его видите? Почему вы можете наблюдать, что, допустим, мои губы открываются, закрываются, я говорю какие-то слова? Или там, что мои уши шевелятся. Вот так, моим словам. Как вы вообще можете обращать на это внимание? Что подвигает вас обращать на это внимание? Как это происходит? Ведь на этот вопрос просто так ответить. Ну как, ну вы же, Никита Игоревич, вы же видите себя. Мы же видим вас. Вот вы на фоне этой зеркальной стенки что-то нам говорите. Ну, дорогие мои, это иллюзия, что вы видите меня. Ведь на самом деле световые потоки, то есть фотоны, проникают в глаз, превращаются здесь, в глазном яблоке, в электрический импульс. Предположим, они где-то суммируются вот в такой области внутри моего мозга. Каким-то образом распределяются по нейронам. Но почему, почему эти импульсы привлекают наше внимание? У нас в теле есть очень много чего нерешенного. Очень много проблем, которые вызывают, там, болит нога, там, не знаю, подергивается глаз, анимела рука, они все эти голодные, все эти проблемы требуют нашего внимания. Почему вы обращаете внимание на меня говорящего или на какой-то объект напротив вас? Почему? Ведь это просто электрический импульс. Другой вопрос, как вы его распознаете, этот электрический импульс, как вы в электрическом импульсе распознаете меня? Это эффект распознавания. Мы говорим о более простом эффекте, а в эффекте привлечения внимания. Как привлечь наше внимание к окружающему миру? Как это сделать? Давайте представим, что мы робот. Тогда мы даем роботу команду. Мы даем роботу команду распознавать определенный объект на изображении. Изображение имеет пиксели в ширину и в длину. Допустим, там 4096 пикселей. Некоторые из них светлые, некоторые из них темные. Программа может выделять движущийся объект, поскольку стенка вот около меня неподвижна, а я движусь. Этот движущийся объект будет просто задан программой обращать на него внимание. Значит, получается, в нас внутри действует какая-то программа. Ну, кто ее заложил? Когда она заложила, мама заложила? Господь Бог, когда мы рождались? Да нет никакой программы. Какая же программа есть у животных? У простейших животных. Они все смотрят и видят окружающий мир таким или иным способом, говорят собаки, видят мир черно-белым. Ну, отлично, им просто не нужно видеть в цвете. Но они его видят. Как? Как мы видим окружающий мир? И я предлагаю вот следующий ответ. Как мы видим окружающий мир? Мне этот ответ нравится, потому что он очень простой. У нас есть два полушария. Левая и правая. Громадное количество битов информации в виде вот этих электрических импульсов. Громадное количество битов информации поступает в нас через глаза, через кожу, через уши, через все наши органы чувств. Это колоссальный объем информации. И он распределяется каким-то образом в полушариях или в корве головного мозга. Суть не в этом. Суть в том, что между полушариями головного мозга, поскольку они отвечают одно, одни говорят, за логическое мышление, другое за нелогическое, то есть нецифровое, то есть артистическое мышление, нравится, не нравится, а другое да, нет. Вот ставим, что эти полушария специализированы таким образом, но не важно, даже если это не так, между ними происходит колоссальный обмен информацией, чтобы уложить все то, что мы видим, все то, что мы чувствуем и то, о чем мы думаем, чтобы это уложить внутри нас. Вот некоторый мостик между этими полушариями. пропускает колоссальное количество сигналов. Об этом можно почитать в интернете. Это факт. Это не я его думал. Теперь представим, чтобы эта картинка в виде электрических импульсов, которую мы видим, как окружающий мир, вот эта картинка лежит как слой, как верхний слой в фотошопе на вот этой прямоугольной, на прямоугольном мосту, на этом бридже, который соединяет две половинки нашего мозга. Эти две половинки мозга для нас, для нашего внутреннего зрения, должны быть ярко священы. Они должны светиться. Что за наше внутреннее зрение? Что это такое? Мы внутри слепы. Мы видим внутри только черное, черное пространство, в которое вспыхивают какие-то вспышечки. Так слепым людям оживляют электроды в мозг, подают импульс, и они видят вспышки. Как эти вспышки могут сложиться в картинку? Дело в том, что вот этот громадный объем информации, которые передаются между полушариями, это громадное количество электрических импульсов. Анов эмброид может быть какое-то магнитное поле, может быть что-то, но оно, как ничто в нашем мозгу, обладает активностью, потому что через него в разных направлениях, туда-сюда, идут колоссальные количество импульсов. и оно привлекает внимание всего мозга. Оно привлекает внимание всего мозга, но мозг расшифровать это никак не может, он просто на это смотрит. Весь мозг, все сознание, все то, что каким-то образом формирует сознание в нас, этот взгляд в нас, все это смотрит на вот это вот, вот это белое совершенно полотно, оно освещенное полотно. Помните, как раньше были фильмы, когда они были не цифровые, когда была пленка, нужно было сверморгать картинки, и это наши импульсы, которые идут через все органы чувств и через зрение тоже. Вот эта картинка, но нужно еще также было подать световой поток, иначе эта картинка была темной. Она была темной. За счет чего осуществляется ее подсветка, ее высветление, чтобы были темные и светлые участки, чтобы были белые участки, чтобы были абсолютно черные участки. Именно они и дают картинку. В ПЗС-матрице у робота картинку дают черные и белые пиксели, нолики и единички. Но у нас нет ноликов и единички. У нас там внутри нет ПЗС-матрицы. У нас внутри есть освещенный, яркий освещенный экран, белый. Это вот именно вот та плоскость, та пространство, которое соединяет две половинки мозга, которые ярко освещено, возбуждено за счет того, что через него проходит колоссальное количество импульсов. и картинка, которая складывается из того, что мы видим, оно ложится как верхний слой на эту освещенную картинку. Поэтому мы и обращаем внимание на это. Вот мы идем по улице и видим улицу. С одной стороны видим, с другой стороны не видим. Мы видим как бы эту картину, но мы не акцентируемся на нем. вдруг происходит какой-то резкий звук. Мы как животные, которые убегали миллионы лет от хищников, сразу концентрируемся на источнике этого звука и локализуем его, что это окно. И сразу мы как бы раздвигаем границы этой картинки и станем фокусируемся на этом окне. Что там? А там, допустим, какой-то человек высунулся и кричит другому человеку на улице что-то Вася, Вася, заходи в гости. Мы концентрируемся на этом человеке, потому что вот эта картинка в нашем мозгу она существовала вне нашего внимания. Она просто плыла у нас перед глазами. Мы на нее особенно не смотрели. Она была совершенно одинаковая. Она была совершенно привычная. И вдруг звук концентрирует наше внимание. Теперь представим, что нету вот этой подсветки, что наш экран восприятия расположен где-то в мозгу вот здесь вот, допустим, а не там, где соединяются два полушария мозга. То есть картинка темная. В ней возникают какие-то импульсы, какие-то всполохи, какие-то электрические импульсы. и как мы находим дорогу домой. Как мы поймем, когда нам заворачивать нашу парадную. Ну, представим, что мы каким-то образом завернем. Теперь представим, возник какой-то звук. Как нам сфокусировать внимание именно на окне, в котором появился человек. Это невозможно сделать, если все это окно изначально не было подсвечено. Если весь этот холст изначально не был подсвечен. Это интересное наблюдение, как я считаю, о том, что вот этот так называемый, как я называю, первый экран восприятия, то есть первый экран, на котором происходит визуализация для нас, окружающего мира, он подсвечен и подсвечен не чем-то и не чем-то извне, никакой программы, он подсвечен элементарно той активностью мозговой, которая идет между полушариями. Спасибо за внимание на задание. Спасибо.